Повышение статуса библиотеки до районного информационного центра сказалось на всем. От содержимого книжных полок до состояния крыльца. Его отремонтировали и пристроили пандус. В самом здании делали ремонт. Утеплили полы, положили линолеум и кафель, поменяли двери, поставили новую раковину. Что очень важно, была проведена канализация и удобство теперь в помещении. Малышам больше не придется зимой бегать в деревянный туалет на улицу. У нас приходят и дети, и младшие школьники, и детский сад у нас занимается. И клуб молодых семей приходит с маленькими ребятишками. Для нас это была актуальная тема, о которой мы говорили уже не один год. И в этом году установили. Это очень удобно, и тепло, и комфортно. Но также для наших пользователей, чтобы создать комфортные условия. В библиотеке информационном центре пополнился книжный фонд. Сейчас здесь около 10 тысяч изданий. Представлены не только классикой литературы советского периода, но и современные авторы. Количество читателей возросло с 300 до 2500 тысяч. Новая жизнь Хомутовской библиотеки началась благодаря проекту «Народные инициативы». Население поселка высказало пожелания. Власти нашли возможность обеспечить финансирование в размере 227 тысяч рублей и решить организационные вопросы. Через дорогу продолжение проекта. Раньше здесь был пустырь. Сейчас у памятника героя Советского Союза Михаила Васильева разбили парк. Расчистили территорию, установили скамейки, урны, высадили деревья и кустарники. Получилось место отдыха. В центре села Хомутово воздвигнут фонтан в классическом стиле. Это единственное подобное сооружение в Иркутском районе. Каждый селянин может сюда прийти вечером с семьей, чтобы насладиться журчанием воды. Но журчание воды будет весной, пока фонтан законсервирован на зиму. Там под этой пленкой чаши диаметром 5 метров. Высота конструкции 3,5 метра. Фонтан изготовлен в Польше. Парковая зона обошлась в 3 миллиона рублей. Ее создание – еще один шаг к тому, чтобы стереть грань между городом и деревней. Естественно, население у нас более приближенное к городу, как к другим населенным пунктам. Потому что и близость к городу сказывается. И я такой грань, что населенный пункт Хомутово, как сельский, или как город Иркутск, не чувствую. Потому что люди и продвинутые в чисто культурном досуге, я думаю, что и они в других вопросах намного уже грамотнее, чем было, например, даже 10, может, 15 лет назад. Осталось уложить брусчатку и смонтировать подсветку. До 5 декабря здесь установят 11 светильников и 5 светодиодных уличных фонарей. Осветить улицы своих населенных пунктов пожелали также жители деревень Столбова, Московщина, Урик, Малая Топка и Грановщина. По проекту народной инициативы на эти цели было выделено 2 миллиона рублей. Средства пошли на остановку 200 фонарей. Светло стало и по ночам, и детям будет хорошо со школы возвращаться. Проект народной инициативы продлится до 5 декабря. К этому времени планируют выполнить пожелания самых маленьких жителей. Построй детские площадки и хоккейные корты. Туяна Немаева, Константин Синицын. Новости сейчас.